всем привет с вами шушаник автор блога usadvice.ru все про сша в этом видео я вам расскажу о недостатках американского гражданства редко об этом вообще говорят наоборот многие приезжают в америку специально чтобы родить ребенка многие приезжают за свой счет некоторые даже мошенническим образом рожают за счет налогоплательщиков по медикейр при медикейду приезжай сюда как бы туристами и так далее ради того чтобы у детей было у ребенка было американское гражданство потому что считается что американское гражданство это хорошо но на самом деле у американского гражданства есть недостатки и об этом я сегодня поговорю особенно эти недостатки велики если вы не живете в сша первый и самый большой недостаток это налоги сша не знаю единственная ли но наверное одна из очень немногих стран в которой даже если ты здесь не живешь и никогда даже не жил но ты являешься гражданином сша ты обязан платить налоги в казну сша то есть если ребенок здесь только родился через неделю вы уехали опять свою страну и он никогда больше не приезжал в сша и он 40 лет уже живет где-нибудь другой стране он все равно обязан будет платить налоги на все свои заработки и не только и дело не только в заработках а а и вообще на все доходы то есть на доход с продажи недвижимости на доход с там продаж акций на любые доходы по идее там на подарки даже денежные ну это как бы сложно проверить конечно но по закону даже на это нужно платить налог на наследство у сша есть договора с многими странами чтобы исключить двойное налогообложение со всеми странами снг есть такой договор то есть если человек живет в россии он платит налоги в казну россии если остается какая-то разница он должен доплачивать америке если не остается он ничего не должен плюс есть еще зазор 100 тысяч долларов ну около там сумма не точная но около 100 тысяч там 10000 8 108 тысяч или что-то в этом роде наверное эта сумма меняется с каждым годом если человек зарабатывает эту сумму или меньше этой суммы то он вообще не должен ничего платить в какой бы стране он не жил но есть ряд стран с которыми у сша нет такого договора и среди этих стран это не только какие-то неразвитые африканские страны где естественно никто скорее всего жить не будет среди этих стран есть например аргентина бразилия хорватия лихтенштейн гонконг македония черногория сербия сингапур южная корея тайвань объединенные арабские эмираты эти страны с которыми у сша нет вот этого налогового договора если человек живет и работает в этой стране он платит налог двойной налог он платит налог в этой стране он платит налог америке и в этом минус особенно для тех кто в америке не живет и никогда не жил и особо эти налоги которые он платит не ощущает на себе но он должен будет их платить если он гражданин сша единственный вариант не платить это отказаться от гражданства это первый самый большой минус потому что когда ты приезжаешь в америку чтобы родить ребенка уехать обратно и ты не знаешь ну что этот ребенок будет делать в будущем может он будет работать где-то в эмиратах и ему это не нужно платить этот двойной налог вот это такой риск может ребенок будет в америке учиться и жить а может и нет и тогда это гражданстве будет мешать даже не помогать второй минус американского гражданства это обязательство государства сша показывать как бы предоставлять все свои счета банковские и в которых за руку заграничные в которых есть больше 10 тысяч долларов причем не то что если у вас на одном счету там 5 а на другом счету 8 то вы не не должны указывать нет если в сумме 10000 вы обязаны говорить что у меня в таком-то банке в такой-то стране столько-то денег опять же это неудобно для людей которые не живут в сша для многих наверное даже и не нежелательно если кто-то там пытается как-то если заработки не совсем честно я не знаю опять же кто как зарабатывает и так далее кроме того это не то что если вы не укажете и вы в америке не живете ничего страшного не будет банки естественно банки все взаимосвязаны в мире мировая банковская система и по закону зарубежный банк обязан америке предоставлять информацию по гражданам сша по их банковским счетам если налоговая запросит поэтому тут человек тоже как-то не защищен никак с этой точки зрения это еще один минус третий минус это selective service это что-то типа ну не армии как таковой там служить не собирают всех но мужчины с 18 лет с 18 до 26 лет у которых американское гражданство обязаны записаться в как это ну наверное типа что-то запаса в общем обязаны записаться ну и в случае если будет война когда нужно будет призывать обычных людей когда профессиональной армии будет недостаточно тогда эти люди до их вызовут и они будут воевать теперь конечно такого уже очень долгое время не было с тех пор как убрали призыв и убрали его давно по моему последний раз он был еще во время вьетнамской войны тогда всех призывали а потом уже они как-то отменили это но никто не знает что будет будущем никто не знает какая будет ситуация в мире возможно опять это все вернут и человек который даже здесь никогда не жил и особо с америка никак не связан кроме как паспортом может быть обязан служить в американской армии вот такие вот три минуса американского гражданства чтобы мне не говорили а чего же тогда ты получил американское гражданство и своему ребенку сделай американское гражданство если ты говоришь что это плохо я не говорю что это плохо это хорошо и о преимуществах американского гражданства их намного больше чем три я поговорю в следующем видео, но как по мне, если вы не живете в США и вы не используете ресурсы, которые Америка предоставляет, за которые вы платите деньги в виде налогов, то большого смысла платить деньги за это нет. Но это мое мнение. А какое ваше мнение, пишите в комментариях. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В следующем видео поговорим про плюсы американского гражданства. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok